Субтитры делал DimaTorzok В этом видео вы увидите 10 самых быстрых автомобилей. Десятое место нашего рейтинга занимает Ferrari Enzo. Этот двухместный суперкар выпускался итальянской автомобильной компанией в период с 2002 по 2004 год. Модель была построена в честь основателя легендарной компании Ferrari Enzo Ferrari. Двигатель Ferrari Enzo V-образный, 12-цилиндровый, объемом 6 литров. Максимальная мощность двигателя 660 л.с., а крутящий момент рая 657 Нм. Конструкция построения автомобиля вокруг гоночного болида из карбонового волокна с многочисленными раструбами воздухозаборников позволила добиться распределения воздуха для влечения прижимной силы и эффективного охлаждения двигателя без существенных аэродинамических потерь. Автомобиль способен разгоняться до 100 км в час за 3,6 секунды, а предельная его скорость достигает 350 км в час. Неплохой результат, учитывая, что некоторые тюнинг-ателье смогли улучшить разгон до 3 секунд и увеличили максималку до 370. Из-за схожих динамических характеристик на девятом месте потеснились два суперкара. Пагани Уайра – еще один представитель итальянской марки эксклюзивных спортивных автомобилей. В переводе с языка древних инков Уайра означает «ветер», и это название она вполне оправдывает. В качестве силовой установки Уайра использует двигатель V12 от Mercedes-AMG. Данный двигатель развивает 700 лошадиных сил и 1000 ньютон метра крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км в час за 3,3 секунды и достигать максимальной скорости до 370 км в час. Ключевое отличие Уайры от зонда и от большинства машин – наличие активных аэродинамических элементов. К примеру, передние амортизаторы меняют высоту передней части автомобиля, регулируя тем самым лобовое сопротивление воздуха и прижимную силу на высокой скорости. Также присутствуют элерон-интерцепторы, которые при необходимости также добавляют прижимную силу или встают максимально вертикально, выполняя функцию воздушного тормоза. Ламборгини Вентадор сменил в 2011 году Мурс Елога. Название Вентадор машина получила от имени прославленного в кориде быка. Его двигатель 6,5 литров V12 развивает мощность в 700 лошадиных сил. Своего рода истребитель, разгоняющийся до сотни км в час за 2,9 секунды. И имеющий предел максимальной скорости разгона 350 км в час. Колеса, изготовленные из углеволокна, способствуют как более быстрому разгону, так и быстрому торможению. Подвеска с толкателями и распределение тяговых усилий на каждое колесо делают этот автомобиль потрясающе управляемым. В одной из телепередач топ-гир, стик умудрился на нем превзойти время круга лучше, чем на Bugatti Veyron Supersport. У «Авентадора» есть также несколько тюнинг-версий. В одной из них мощность двигателя повышена до 900 лошадиных сил, что значительно улучшило динамику разгона. На восьмом месте расположился McLaren F1. Впервые он был разработан Гордоном Мюрреем в 1993 году. Двигатель McLaren расположен центрально по отношению к шасси и развивал мощность в 627 лошадиных сил и крутящий момент в 650 ньютон на метр. Из-за небольшой массы автомобиля удельная мощность достаточно высока и равна 550 лошадиным сил на тонну. Для лучшей теплоотдачи двигатель покрывали техническим золотом, а для снижения массы машины конструкторы одними из первых использовали специальные углеродные материалы. Для своего времени F1 значительно превосходил всех конкурентов. Этот суперкар способен достигать максимальной скорости в 392 км в час и разгоняться до 100 км в час всего за 3,2 секунды. Помимо рекордов скорости своего времени, которые и по сей день остаются впечатляющими, данный суперкар отличался ценой. Минимальная его стоимость начиналась с отметки в 1,2 миллиона долларов. Сален С7 – первый американский суперкар ручной сборки и ограниченной серии. Автомобиль имеет турбомотор, который развивает мощность в 750 лошадиных сил. Скорость до 100 км в час достигается Сален за 2,8 секунды, а максимально возможная скорость данной машины – 399 км в час. Кузов автомобиля, полностью состоящий из углеродного волокна, совместно с аэродинамическим обвесом, создает чудовищную прижимную силу на скорости более 250 км в час, равную собственному весу автомобиля. Первый экземпляр автомобиля был выпущен в 2001 году. С тех пор в различных спортивных командах ее дорабатывали и использовали на гонках серии Гран-Туризма и неоднократно их выигрывали. На одном из экземпляров была выиграна гонка на знаменитых 24 часах Ле-Мана. На шестом месте находится автомобиль Koenigsegg CCXR, изготовленный молодой и очень успешной шведской компанией. Двигатель на обычном бензине развивает 806 лошадиных сил, но на биотопливе все 1018, что позволило автомобилю достигать скорости 402 км в час. Машина способна разменять первую сотню за отрезок времени, равный 2,9 секунды. Автомобиль можно считать экологическим, так как он работает на биоэтаноле. Его кузов был сделан из плавов алюминия. Правда, была специальная, ограниченная версия модели CCXR Edition. Автомобили данной серии оснащались специальным антикрылом и облегченными колесами из полированного алюминия. Все кузовные панели изготавливались из карбона и не окрашивались. Данная модель имела огромный успех и послужила гарантией создания новых автомобилей, которые будут оспаривать первенство в рейтингах самых-самых быстрых. На пятом месте нашего рейтинга разместился SSC Ultimate Aero TT. Быстрый спорткар стоимостью в полмиллиона долларов. Автомобиль с двойным турбонаддувом развивает мощность 1183 л.с. Такая мощность позволяет разгоняться до сотни километров в час всего за 2,78 секунды и теоретически достигать скорости до 420 км в час. Несмотря на спорный внешний вид, автомобиль хорош высоким уровнем комфорта, стильным кожаным салоном, наиболее современной навигационной системой. Заправлять SSC Ultimate Aero TT можно исключительно на фирме-производителе, так как никакое другое топливо не подходит для его эксплуатации. В 2007 году на ней был установлен рекорд максимальной скорости в 412 км в час, но уже спустя 3 года он был побит. Следующие четыре модели суперкаров можно единовременно уместить на первом месте самых быстрых автомобилей в мире. Расположение их в рейтинге будет обусловлено хронологией установления мировых рекордов. Бугатти Верон – это гиперкар компании Бугатти, названный в честь легендарного французского гонщика Пьера Верона, победителя в гонках 24 часа Лимана. Спустя десятилетия компания представила миру Бугатти Верон Суперспорт – серийную машину, которая была значительно обновлена в сравнении с предшественницей. Была усовершенствована аэродинамика и дизайн кузова автомобиля, который был теперь полностью выполнен из углепластика. Двигатель стал на 199 лошадиных сил мощнее. Теперь он развивал 1200 сил и крутящий момент 1500 ньютон на метр. Это позволило разменивать первую сотню всего за 2,5 секунды. В 2010 году Бугатти Верон Суперспорт побил мировой рекорд скорости и по результатам двух заездов было зафиксировано среднее значение в 431 км в час. На таких скоростях шины автомобиля разрушаются в разы быстрее и по умолчанию на Бугате стоит ограничитель скорости в 415 км в час, из-за чего рекорд, достигнутый легендарным суперкаром, чуть было не отменили. Но впоследствии признали, что ограничитель не меняет дизайн автомобиля и характеристик двигателя. Туатара является вторым суперкаром компании Shelby Supercars. Идея создания нового суперкара пришла компания после того, как Бугатти Верон Суперспорт удалось побить рекорд Ultimate Aero TT и установить его на отметке 431 км в час. Изначально автомобиль имел название Aero TT2, пока компания не сменила ему имя на Туатара. Название происходит от рептилии Туатара, обитающей на островах Новой Зеландии. На языке Маори Туатара означает «пики на спине», что вполне соответствует описанию крыльев на задней части этого суперкара. Туатара оснащается двигателем с двойным турбонадувом мощностью 1350 лошадиных сил. Этот табун лошадей способен разогнать автомобиль до сотни всего за 2,5 секунды. Помимо кузовных деталей, изготовленных из углеволокна, автомобиль имеет колесные диски из карбона, что по расчетным данным позволит достигать максимальной скорости 443 км в час. Данный автомобиль является одним из самых роскошных и скоростных в своем классе. Он мог бы даже возглавить этот рейтинг, но пока расчетное значение скорости еще не достигнуто. Агира-Р – это модификация гиперкара «Кёнигсик Агира», которая способна работать как на бензине, так и на биотопливе. Колеса, элементы кузова и аэродинамического обвеса также изготовлены из волокон углерода. Двигатель с двойным турбонадувом развивает мощность до 1115 лошадиных сил и 1000 ньютон на метр крутящего момента, что позволяет машине разгоняться до 100 км в час за 2,9 секунды и достигать феноменальной скорости в 440 км в час. Пока эту скорость не удалось продемонстрировать и зафиксировать, так как компания «Мишлен» еще не разработала специально для Агиры-Р на столько износоустойчивые шины. Ранее разработанные шины для этого суперкара имеют предел скорости в 420 км в час, поэтому на всех экземплярах установлен ограничитель на отметке 375 км в час. Но даже этот факт не помешал в сентябре 2011 года «Кёнигсик Агиры-Р» установить 6 мировых рекордов. Два рекорда по разгону на 300 и 322 км в час. Два рекорда по торможению. А также два рекорда по разгону и торможению. Hennessey Venom GT Суперкар американской тюнинговой компании Hennessey Performance Engineering Автомобиль производился на базе кузова Lotus Exige с доработанным турбированным двигателем от Corvette ZR1. Двигатель развивает 1200 лошадок, при массе автомобиля всего 1225 кг, что положительно сказалось на удельной мощности и динамических характеристиках суперкара. В январе 2013 года Venom GT попал в Книгу рекордов Гиннеса, разогнавшись до 300 км в час за 13,63 секунды, побив прежний рекорд Кёнигсик Агиры-Р почти на секунду. Спустя месяц на взлётной полосе авиабазы автомобиль преодолел отметку в 427 км в час, после чего его создатели стали называть его самым быстрым, напоминая, что Bugatti Veyron Super Sport поставляется покупателям с ограничителем в 415 км в час. Спустя год, в феврале 2014 года, Venom GT преодолел отметку скорости в 435 км в час. Но этот результат в Гиннес не попал, так как необходимо среднее значение двух заездов в обоих направлениях и объём выпуска серии модели должен превышать 30 экземпляров. В июле 2016 года был представлен новый гиперкар Bugatti Chiron, или по-французски Bugatti Chiron. Но пока в мире существует только демонстрационная и шоу-кар-версии. Строительство и настройка автомобиля продолжается. В 2018 году на данном гиперкаре компания планирует побить и установить новый мировой рекорд скорости, по расчётным данным равный 463 км в час. Пожелаем удачи компании и другим автопроизводителям, ведь в условиях здоровой и спортивной конкуренции мы будем видеть всё новые и новые суперкары и их достижения. Субтитры создавал DimaTorzok